15 февраля на зимней олимпиаде разыграли 9 комплектов медалей. В сноуборде у женщин в дисциплине Big Air победу удержала Анна Гассер из Австрии. Победительница набрала 185,5 баллов. Гассер выиграла второе золото на олимпиадах. Зой Садовский Синод из Новой Зеландии заполучила серебро. 177 баллов. Ранее Садовский Синод на текущих играх принесла первое золото Новой Зеландии в истории зимних олимпиад. У третьей Камомо Мурасе из Японии бронза. Фристайл женщины слоуп стайл. Матильда Грэмо из Швейцарии выиграла золото. Ее лучший результат в трех попытках 86,56 балла. Эйлин Гу из Китая вторая 86,23 балла. Келли Силдару третья. Эстония стала 27 стороной, выигравшая медаль. Анастасия Таталина из России заняла четвертое место. Горнолыжный спорт. Женщины скоростной спуск. Чемпионка мира Корин Зутер была лучшей. Швейцария выиграла второе золото за день. Спортсменка спустилась за 1 минуту 31,87 секунды. Серебро и бронза досталась итальянкам Софии Годжи и Нади Делаго. Заметьте, что пятое место заняла их же соотечество, как Куртани. Сноуборд мужчины Биг Эйр. 17-летний китаец Су Эмин выиграл соревнования, набрав 182,5 балла в лучшей своей попытке. В свои годы Су выиграл вторую олимпийскую медаль. Он является самым молодым китайским победителем в истории белых олимпиад. Монс Ройси Лан из Норвегии взяла серебро 171,75 балла, а Макс Паро из Канады третий. Биатлон мужчины эстафета 4 по 7,5 километров. Норвегия выиграла с результатом 1 час 19 минут 50,2 секунды. Норвежцы уходили на один штрафной круг. Команда Франции пришла к финишу второй. Россия в составе Саида Халлили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова была третьей. 1 час 20 минут 35,05 секунды. Отставание состояло 45,3 секунды. Конькобежный спорт мужчины команды. Норвегия была первой, что позволило сильно оторваться в медальном зачете. 3 минуты 38,07 секунды. Напомню, норвежцы победили на прошлой Олимпиаде в Пьенчхане. Россия уступила им в финале с результатом 3 минуты 40,46 секунды. За серебряных призеров выступали Данил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. В полуфинале россияне установили новый олимпийский рекорд. Обидно. Сборная США в утешительном финале победила Нидерланды. Конькобежный спорт женщины команды. Сборная Канады установила новый олимпийский рекорд. 2 минуты 53,43 секунды. Япония получила серебро, отстав на 11,03 секунды. Может быть, японки были бы первыми, если бы одна из них не упала. В утешительном забеге Нидерланды выиграли у россиянок. Лыжная двоеборья мужчины. Норвежцы принесли в свою копилку очередные медали. Золото выиграл Йорген Грабок. Серебро у Йенса Офтебро. Отставание составило 0,4 секунды. Акито Фатапе из Японии. Бронзовый призер. Вечером завершится соревнование в бобслее у мужчин. Двойки. Тогда и подведем итоги дня. Кто не будет смотреть этот выпуск, скажу, что 16 февраля разыграют 7 комплектов медалей. На вашем экране полное расписание среды. Медальный зачет. Норвегия первая. Плюс 5 медалей за день. Всего 26 наград. 12 золота. 7 серебра. И 7 бронзы. Германия вторая. 15 медалей. 8 золота. 5 серебра. И 2 бронзы. Как вы думаете, победитель уже известен? США на третьем месте. Плюс 1 за день. Всего 17. 7 золота. Австрия поднялась на четвертую позицию. 16 медалей. 6 золота. Нидерланды и Китай также имеют по 6 золота. У Швеции и Швейцарии по 5 золотых наград. Россия 9. Сегодня 2 награды. 20 медалей. 4 золота. 7 серебра. И 9 бронзы. Франция отстает на 1 золото. И 7 бронзы. Всего 27 стран выиграли минимум 1 медаль. Сегодня будет еще один выпуск. Не прощаемся.